Из интересных мест, услышанных нами сегодня в Ивангелии, на которые можно и стоило бы обратить внимание, есть и следующее. Но и над всеми семьями, между нами и вами, пропасть великая утвердилась, якобы хотящие перейти отсюда к вам невозможно, ниже оттуда к нам переходим. И, заметьте, хоть это ответил бы хочу и Евраам, но по смыслу и можно предположить, что помочь такому временному переходу не может даже, или не мог тогда помочь и сам Бог. Но, что в общем-то и понятно, потому что речь не идет о двух некоторых различных местах, в которых, как думали, во всяком случае, много сот лет думали, и у нас, да и сейчас некоторые думают на Западе. Да и в различных даже проповедях и беседах не боятся, но постоянно говорят, в которых пребывают до своего воскресенья умершие люди в двух различных местах. А отсюда, кстати, возникают различные бащи еще и неком третьем месте, мало того, третье место придумали. Это так называемое частейще, в котором, якобы, временно пребывают те люди, что вроде бы еще и не достойны, чтобы пребывать в одном месте. Но вроде не так плохи, чтобы сразу указаться уже там, во втором. Но в любом случае, речь идет о двух, или даже теперь получается о трех некоторых местах. Так, тут, пожалуй, можно сразу уже перейти и к самому главному в нашем сегодняшнем селе. А именно к тому, что вне всякого сомнения просто не существует никаких таких мест. Более того, с нашим постоянным уже устоявшимся навыков не бояться, говорить о каких-то важных, провокационных и страшных, по-моему, по-своему, и почти ужасных, не совсем понятных вещах, скажем сразу, что и не существует вовсе никакого, важный факт, понимаемое нам всегда в некотором временном, земном смысле, не существует никакого такого вот земного, посмертного воздаяния. И некоего места с прекрасными садами, или подземелья, или просто некой земной глубины с огнем и котлами, и мучащие нас там бесами, не существует. Но при этом, вне уже точно всякого сомнения, есть геенна огня, что неоднократно упоминаемые в Евангелии, как и блаженство, пребывание с Богом и в Боге святых, и вечной любви, и в единении с Ним, и со всеми другими, спавшимися и распребывающими с Ним людьми. Но, повторюсь, нет мест, а есть, что ли, так можно сказать, есть состояние, состояние человека, пребывающего с Богом, или в Боге, или пребывающего вне Бога, и еще это уже в рабстве своих страстей, или по-другому, в рабстве злых духов, соединенных с этими его страстями, и в рабстве своих собственных страстей. И мы даже не знаем точно, но часто пытаемся, все правоведники, все равно часто, пытаемся предположить, что именно это собственно и мучит его, и будет мучить его, его собственные, и оставшиеся с ним, и у него, и после смерти его страсти, узбородворять которые после смерти, просто совершенно уже никак невозможно, поэтому они так, собственно, и мучают его. И отсутствие Бога, или все-таки, как-то связанные с ними, таким же образом, получившие над ним власть, злые духи, бесы и демоны. Но, скорее всего, мучают его именно, собственно, просто отсутствие Бога, и собственные, и оставшиеся еще с ним, и у него страсти. Ведь, как преподобный, по поводу отсутствия Бога, ведь, как преподобный Мерсилин, молитесь, как говорю Богу, Господи, если, или когда я, я окажусь в мучении, или в Ааде, где мне, и самое место, может быть, единственное, у всех людей, как самым последним убежденным, как Василий говорил, и так, то и там, Господи, и в Ааде, я буду с Тобой, и буду чувствовать всегда собою Тебя, потому что и там, так же, как сейчас, я буду продолжать и любить Тебя, и, правда, это вот все уже хорошая тема для большой и отдельной беседы, но это, может быть, главная мысль, или должна быть главная мысль у любого христианина, с которой он, собственно, и должен жить, и прожить всю свою жизнь. Потому что, если Бог останется, или будет с Тобой, то что за, или какой это тогда будет, или сможет быть Ад? Так вот, как преподобный, как преподобный собирался оставаться с Богом и ощущать присутствие Божие, или, правильно сказать, как любой верующий и любящий Бога человека остается так, так и грешник непрестанно будет ощущать отсутствие Бога, что Бога, ощущать, что Бога нет с ним, и что Он, Бог, в этом точно есть, но Само, вместе с дьяволом и бесами Его, отвержен совершенно, отвержен от Него. И это Само, вот это вот Само, отвержение Бога, Само по себе будет еще так гелено, и куда уже почище мучивших его, оставшихся его страстей, мучивших его будет его. Итак, отсюда туда не приходит, и горе всем тем, что когда кто-то из мертвых воскрес, это, конечно же, я говорю уже о Христе, не получил и не верозумел веру к Нему, так мы услышим же, это главное из сегодняшнего Ивангелия, что в нашей смерти нет, и не может быть у нас никаких переходов, или переходов из места в место, или из рая в Ааа. Не из рая в Ааа, не из чистилища, не из ада в рай, не из чистилища в рай. Потому что тогда останется и будет только ты, и твое состояние, или ты, и Бог, и ты, или с Ним, или в Нейку. Аминь. Благословение Господи, на вас наоборот, в ваших родах, святом, на письме, крипу.